Вы смотрите новости на седьмом канале. В студии для вас работает Галина Выговская. Здравствуйте. В этом выпуске вы увидите. 900 одесситов почти неделю живут в холоде. 14 марта без какого-либо предупреждения нам отключили отопление. Одесситка спасла от вандалов скульптуру 19 века в сквере Пали-Рояль. Начали залазить на фонтан и уломать эту статую. Назначение состоялось. Одесский художественный музей возглавил Александр Ройтбурд. Закон на моей стороне. Я считаю, что музей завоюет симпатии одесситов. Правоохранители сообщили о подозрении мужу одесситки, зарезанной в ночь с 8 на 9 марта в квартире на академика Королева. Полицейскими выкрыто одесситом, который 8 марта скурил в мысльных убийствах своей дружины. За данным фактом, следственным отделом Таировского отдела полиции открыто криминальное проведение за частью 1 ст. 115 Криминального кодекса Украины. Так, в день трагедии между супругами возникла ссора на почве ревности. Мужчина несколько раз ударил жену ножом в область грудной клетки. Услышав крик, соседи вызвали скорую и полицию. Но женщина скончалась до их приезда. Отмечу, в квартире также проживал несовершеннолетний ребенок. В момент происшествия его не было дома. Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Преступника из списка Интерпола задержали в Одесском аэропорту. Так, 41-летний гражданин Турции прибыл из Стамбула. Он находился в международном розыске по подозрению в организации преступной группировки на территории Черногории. О факте задержания пограничники сообщили в Укрбюро Интерпола. Иностранца передали представителям национальной полиции. Судебное заседание по делу несовершеннолетней девушки-киднеппера перенесли. Напомню, 16-летнюю Сабрину подозревают в похищении 9-летнего Андрея Ефимова. Все произошло в начале ноября 2017 года. Спустя сутки злоумышленницу задержали, а ребенка вернули родителям. В связи с тем, что сгідно с статьей 317 Криминального процессуального кодексу Украины предбачено вырешение питания щодо складания досудовой доповіди относно неповнолетней обвинуваченности. На теперешний час досудовая доповідь до суду не надійшла. Напомню, ранее Малиновский суд отправил юную похитительницу под домашний арест. Дважды минировали российское генконсульство на Гагаринском плато во время президентских выборов в РФ. По данным нацполиции Одесской области, первое сообщение о заложенной взрывчатке поступило около 8 утра. Правоохранители эвакуировали 300 человек из консульства и прилегающих домов. Второй звонок сразу после обеда. На место прибыли кинологи и взрывотехники. В результате обследования опасных предметов не обнаружили. Ограничен доступ в связи с тем, чтобы взрывотехники проверили всю улицу и не нашлось подтверждения данной информации. Ситуация полностью стабильная, спокойная, каких-либо конфликтов не намечается и не было. Поэтому полностью контролируется ситуация. Правоохранители устанавливают личное звонившего. Сведения об инциденте уже внесли в единый реестр досудебных расследований по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан. И в продолжение темы. В России подвели итоги президентских выборов. Первое место у Владимира Путина. Второе у коммуниста Павла Грудинина. Третье у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Четвертое место заняла Ксения Собчак. Что думают о выборах в Киеве? Далее в сюжете. На выборах президента России победила система. Ведь власть в Российской Федерации давно не определяется на избирательных участках, уверены эксперты. Предлагают рассматривать процесс волеизъявления исключительно как масштабный социологический опрос. На самом деле граждане страны, они выразили, что они хотят каких-то перемен. Другое дело, что этих перемен нет в меню. Это лживое меню было изначально и выстроено. Рекордная явка была там, где уж точно никакого административного принуждения нет, а именно на зарубежных избирательных участках. Тем не менее, результат Путина. Более 76% не следует считать победным. 25% в прямую проголосовало против него, 30% осталось дома. То есть, соответственно, никакого 85% поддержки, про которую там все время говорили кремлевские социологи, мы не видим. Обсуждая вопрос перспектив будущей шестилетки, эксперты выразили уверенность, что внешняя политика Российской Федерации не изменится. В внутренней политике, я думаю, главная будет дилемма, каким образом попробовать российскую экономику расшатать до хотя бы 3-4% роста УВП. Для того, чтобы провести экономический рывок, нужно фактически делать те заходы, которые в конце концов демонтуют политическую систему, которая склалась. И зрозумево, что на это Владимир Путин не пойдет. Добавим, в своем заявлении Петр Порошенко назвал проведение выборов президента Российской Федерации в Крыму «Нарушение международного права». Также президент Украины выразил благодарность тем крымчанам, которые не пошли на избирательные участки, несмотря на давление со стороны оккупационных властей. Татьяна Лесничук, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, Седьмой канал. В ночь с 17 на 18 марта в сквере Пали Рояль, что возле оперного театра, вандалы повредили бронзовую скульптуру фонтана 19 века. Нетрезвые парни отломали верхнюю часть композиции «Нимфа» и унесли ее с собой. Вернуть фрагмент удалось одесситке, которая живет в одном из домов дворика. На месте побывала наша съемочная группа. Группа молодых людей пришла в сквер Пали Рояль около полуночи. Громко кричали и распивали спиртное, рассказывает местная жительница Анна Цуканова. Она несколько раз вызывала полицию, но патруль так и не приехал. В полтретьего ночи парней стало больше. Они дрались, а потом переместились к фонтану. Начали залазить на фонтан и ломать эту статую. Что они там делали? Видно было, что человек что-то там откручивал, ломал. Я приняла решение спуститься сюда, зафиксировать хотя бы фото, сделать, что на данный момент здесь. Потом рискнула пойти к магазину «Обжор», потому что я услышала, что эта группа там. Они себя вели настолько шумно, что их невозможно было не услышать. Анна говорит, пьяные парни кидались отломанным трофеем и явно не знали, как его применить. Один из парней взял ее и пошел вдоль переулка Чайковского. Я вот в этот момент присоединилась, потому что мне очень хотелось ее как-то сохранить. Вы ее сейчас просто выкинете и все. Ну, естественно. Давайте, может, вы мне ее отдадите, если вам она не нужна. Ну, придумаю что-то. Анна уговорила парня вернуть ей оторванную чашу. Сам фонтан и статую отреставрировали в прошлом году коммунальщики совместно с администрацией одного из ресторанов, который работает в сквере. Скульптура «Нимфы» оригинальная, изготовлена из бронзы в 19 веке. А вот чашу, которую она держит в руках, периодически отламывают. Полностью реконструировался камень и бассейн. Также была реконструкция самой чаши. Также менялись подходы, трубы, фильтра. Полностью это все обновлялось. И уже в начале июня, в первых числах мы его открыли. И он радовал как бы одесситов и гостей города. Но ничего, как бы мы вновь готовы оказать эту помощь. Фонтан придется реставрировать полностью, говорят коммунальщики. Чашу ломали по-варварски и сильно повредили руку «Нимфы», расшатав всю конструкцию. Надо снимать данную композицию, демонтировать ее и восстанавливать в производственных условиях. Поскольку трубопроводы нарушены, крепления нарушены, естественно, здесь это на месте не восстановить. К началу туристического сезона статую «Нимфы» обещают вернуть на место. Юлия Федорова, Татьяна Лесничук, Константин Длужневский, Седьмой канал. На Халстрой за два дня, на генерала Бочарова за выходные, появилась одноэтажная постройка. Хотя еще в пятницу там была только бетонная подушка. В ГАСКе заявили, разрешения на строительство нет. В пятницу отменено данное уведомление. Уже вызвали к себе собственника, грубо говоря, кто осуществляет это строительство. Будет, сказал, демонтировать. Ну, работаем. Сегодня постройку уже разбирают. Семеро одного не ждут, а девятьсот семерых и подавно. Из-за коммунальных долгов нескольких человек, жильцы комплекса «Суворовский-2» неделю вынуждены обходиться без отопления. Люди утверждают, виноваты не должники, а управляющая компания, которая не выполняет свою работу. В ситуации разбирались мои коллеги. Ребята, а здесь есть хоть один должник? Нет. Нет. А кого? Скажите, пожалуйста, а кто назначил должниками должников? Должников дайте. Списки должников дайте. Да, сейчас развесимые. У нас есть парень, которого вы назначаете каждый месяц должником. Пусть подойдет к бухгалтеру. Ребята, не надо нам рассказывать за то, что здесь весь комплекс должника. Уже пять дней в жилкомплексе «Суворовский» нет отопления. Всему виной коммунальная задолженность. Возмущенные одесситы недоумевают. Почему из-за пары человек должны страдать около 900 квартир? 14 марта без какого-либо предупреждения нам отключили отопление. Но такая ситуация, что не проплатили лимиты. А не проплатили лимиты кто? Естественно, на ЖЭК. То есть этим, это их работа, заниматься бесперебойной поставкой услуг в наши дома. Жильцы рассказывают, уже не первый раз сталкиваются с непониманием руководства компании. Говорят, председатель ЖКСа потерял их доверие еще год назад. Тогда они и решили создать ОСМД. Но не получилось. Попросили его принять документы. Он сказал, что после собрания, чтобы не устраивать балагат, он их примет. Но он человек не слова. Он не принял. Он закрылся и за наши деньги он нам охрану нанял. Он вызвал охрану, которая стала впереди дверей и не пускала жильцов. Туда, к нему помещение. Вот, в это помещение. Это было год назад. Сам же председатель управляющей компании утверждает, долги за отопление есть у большинства жильцов. Мы обращались к жильцам с 26 февраля. Обращались, говорили, что у нас нет лимита, что у нас задолженности. Многие, конечно, сознательные, где-то там оплачивали. Но все равно 505 тысяч нам только надо было за потребление газа за январь месяц. К сожалению, мы их не смогли вовремя собрать. Последнюю сумму мы оплатили уже в пятницу. Сегодня, надеемся, получим лимит. Его слова не успокоили возмущенных жильцов. Те планируют отказаться от услуг компании и создать свое ОСМД. Если же им будут препятствовать, примут радикальные меры. Кристина Немченко, Назар Бурхан, Евгений Очменцев, 7 канал. В Таировской АТГ во второй раз сорвали сессию. Опять отсутствовал кворум. В повестке дня был единственный вопрос о получении мандатов, новоизбранными депутатами. Последствия, я вам скажу, сейчас очень негативные. Почему? Потому что все бюджеты, расходная часть бюджета исполняться не может. Так как бюджет сформирован на объединенную территориальную громаду. Таировская селочная рада не может сейчас распоряжаться этим бюджетом. Напомню, спустя два месяца после выборов в Таировской АТГ до сих пор нет сельского головы. Постановка нашей комиссии о его регистрации была отменена судом. Для Тимура Хасаева? Да, Тимура Хасаева. Суд обязал комиссию принять решение по этому поводу. Было два заседания комиссии. К сожалению, ни одно из решений не набрало необходимое количество голосов. Александра Ройтбурда назначили директором Одесского художественного музея. Нового руководителя представил коллективу глава Одесской АГА Максим Степанов. Он отметил, что руководствовался 21-й статьей закона Украины о культуре. Согласно ей, победитель конкурса должен быть назначен на должность директора в течение двух месяцев. Я верю, что все без выключения страсти, которые происходили вокруг Александра, они прекратятся, потому что он доведет непосредственно своей работой. На что он способен и как сам он может донести всю нашу спадщину, которая у нас есть, до всех нас. Противники кандидатуры Ройтбурда уверяют, его назначение стало возможным исключительно из-за правовой коллизии. У нас дискуссия перешла совершенно на другой уровень. И сегодня мы не поддерживаем или не выступаем против этого человека. Мы сегодня имеем коллизию в законодательстве. И мы бы очень хотели найти в этом отношении взаимопонимание с человеком, который представляет президента. Новый директор отметил, в своей работе намерен избегать политических инсинуаций. Обещает, руководствоваться будет прежде всего интересами музея. Я считаю, что закон на моей стороне. Я считаю, что музей завоюет симпатии одесситов. И дальше все зависит от нас и от коллектива. 16 человек с абсолютно разными судьбами, но всех их объединяет одно. Они проходят курс психологической реабилитации в уникальном для Одессы центре. Аналогов этому украинско-немецкому проекту нет. Сюда может обратиться каждый, кому это необходимо. Какая помощь нужна самой организации, расскажет Анна Полякова в следующем сюжете. Никита показывает нам свои картины. За два года, которые он посещает центры реабилитации, научился многому. Рисовать, играть в теннис и баскетбол. Я научился играть в теннис, отбивая такие вот цены, удары по теннису. Вы бы так видели. Мама Никиты говорит, парень стал гораздо более социально адаптирован с момента начала посещения центра. Занятия помогают ему раскрыть свой потенциал и избавиться от замкнутости. Никакой альтернативы нет. Обычные такие люди находятся дома, в кругу семьи, им некуда деться. И когда нам сказали, что вот есть такой центр в Одессе, который вот только-только открылся, мы сюда пришли, нас приняли, нам понравилось. И мы вот остались и до сих пор посещаем. Сегодня на постоянной основе центр посещают 16 человек. Специалисты стараются максимально разнообразить досуг своих подопечных. Спортзал, ряд мастерских. Тут учат азам кулинарного искусства и тонкостям ведения хозяйства. Я очень довольна тем, что я тут, тем, что я познакомилась с ребятами, с Наташей, со всем нашим персоналом, все очень хорошие, приятные люди. Я учусь что-то делать своими руками. Сотрудники не скрывают, есть время адаптации, когда ребята принимают для себя решение, выходить ли из своего закрытого мира или посещать центр, меняться и развиваться. Через «не хочу» ребята приходят, потому что не знают, что здесь и как здесь. Родители сказали, врач назначил, ну как бы вот таким вот добровольно-принудительным. Ну ладно, я сделаю одолжение маме, я приду сюда. Приходит день, два, а на третий он уже уходить не хочет. Говорят, без поддержки приходится сложно. Сегодня в реабилитационный центр впервые привезли благотворительную помощь. По возможности приобрели нужные констовары, нужное им средство бытовой химии и также, конечно же, сладости для того, чтобы они почувствовали то, что они нужны. В реабилитационном центре просят одесситов помочь улучшить условия для тех, кто проходит психологическое восстановление. Это могут быть простые вещи – канцелярские принадлежности, бытовые предметы для кухни и хостовары. Анна Полякова, Алексей Селезнев, Седьмой канал. В Одесской мускомедии готовятся к премьере. Там ставят искрометный французский мюзикл Клода Манье «Оскар». Это спектакль на два акта, музыку для которого написал композитор Марк Самойлов. Мы решили делать спектакль без хора и без балета, для того, чтобы актеры могли быть очень ярко, таким крупным планом представленные вот в этой драматургии, остросюжетной. Решили сделать такой очень динамичный, яркий, фантазийный спектакль. Я играю жену главного героя. Вот и поэтому и в жизни, и на сцене. И в принципе похожи они. Все время немножечко ругаются. А как же без этого? Потому что все время она делает не то, он заговаривается тоже. Много движений, канала танцев много. Вот я говорю, пластики много. Там, где пластика, там такая жизнь актера. Главного героя Бертрана, крупного промышленника, в семье которого и разворачиваются комедийные и одновременно драматические события, сыграл Владимир Фролов. Получается, во всяком случае, на мой взгляд, интересный музыкальный, комедийный, естественный спектакль. Я думаю, что дай бог, чтобы зрителям он понравился, чтобы зритель на него ходил. И нам это будет приятно. А для кого же мы работаем? Конечно, для зрителей. Спектакль «Оскар» представят публики 24 и 29 марта. Снегопад, гололед и морозы. Синоптики предупреждают об очередном ухудшении погоды в Одессе и области. По прогнозу Украинского гидрометцентра, во вторник 20 марта ожидаются сильные осадки. Местами возможно налипание мокрого снега. На дорогах гололедится. Водителям стоит быть особенно внимательными. Отмечу, холодная погода в Украине сохранится как минимум до конца этой недели. И таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями седьмого канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, то звоните нам по телефону редакции 726-32-26. Оставайтесь с нами. Это наш город и ваш седьмой канал. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова